Программа в 2012 году у них полностью ликвидировать, они это сделают, потому что в Китае это даже сомнение. Ну и по наркотикам не то что плюс, а плюс показатели, потому что тут ситуация такая, что там не просто за... Значит, одна доза, это 8 лет тюрьмы, вот нашли, ну для себя, а две дозы, это смертная казнь, две или больше, не важно сколько. Не берут этого пока всю цепочку не находят, всю, берут, по настадионах, по всем каналам показывают, транслируют, сжигают сначала наркотики эти, обвинительный приговор, и ростые. Публичные с показом по всем каналам, чтобы люди видели, и на этом могу трамиллярдить это. Последние годы от 9 до 12 больше желающих людей. Все, со всей этой поганой демократией, словомлюдством, так сказать, это дело, ну у нас полное противополучство. Продавайте, торгуйте, вот так сказать, 0,1 грамм героина это 10 доз, иди торгуй дальше, ничего тебе не будет за это. Ну а здесь, соответственно, две дозы и смертная казнь, все, проблем никакие. Это Китай. Ну по алкоголю это, я вам сейчас скажу, это будет тоже смешно, вы помните, у нас 26 литров сейчас, после 8 полная не брать интеградация, 0,5. То есть, ну, по нашим меркам это несколько раз в год угол сделать, протереть руку, грубо говоря, внутри руку. То есть, это проблемы нет, не стоит проблема алкоголя в Китае. То есть, она из общества не изъята алкоголь, то есть, да, я вот сразу скажу, что вот 42 государства мира, это полный сухой закон, в основном арабский, это прям дофилиппинка. А вот, значит, 85, хотя сухого закона нет, но как мы даем сейчас до нескольких стран, там так все сделано в обществе, стереотип поведения, культура именно потому, что практически в обществе его нет просто. Ну, теперь давайте, допустим, ну, ну, давайте, есть так называемый евросреднеземноморский, так называемый тип среднеземноморский, а это относится куда что? Ну, вот это Италия, Испания, там, Италия, Испания, Греция, то есть, вот то, что всегда, Франция, то, что всегда исторически, кстати, некоторые говорят, ну, ну, как же так, испанцы, французы, вот, виново всю жизнь, так сказать, вроде бы не спились. Во-первых, когда начинаешь общаться с врачами, социологами, психологами, профессионалами, которых тоже там телевидение не показывает, и они, там, та же Франция, говорят, катастрофа, просто катастрофа, семейное пьянство, семейное, повалит, оттуда детей нет, оттуда уродство, все то же самое, все, вот, меньше 50%, все, государство образующей нации там уже нет. Ну, то есть, она есть по закону, там, меньше, ну, каких-то 10%, но, по сути, это уже не Франция, то есть, ага, все осталось, а там арабы, ну, вы знаете, что, может быть, значит, кто был и видел, что-то так сказать. Так вот, значит, и вот, но есть исключения, да, открываем тут по всем показателям, собственно, и минусы твердые по всем, и курят, и пьют, и наркотиков, проблемы не решены и не решены, но есть исключения, это Италия, Север-Италия, туда ближе, к Югославии бывшей. Вот там, представьте, только на маленьком кулачке, вот это буквально, одна, может, десятой страны, больше трех тысяч клубов трезвости, больше трех тысяч, то есть, там вели трезвые традиции, многие вот на местном самоуправлении вводят сухой закон, и так далее. Это не это, маленькое исключение. Да, ну, это, это, как бы, бегло просто. Следующий тип, это, ну, назовем вот так, как вот, ну, я, евро-азианский так назовем, это все страны, это отнесли, скажем, все страны бывшего эссе, то есть, все, и вот тут очень интересная штука, да, ну, последний, еще вот тип один, значит, здесь проблема, в общем-то, вся, но есть исключения, то есть, если здесь всего лишь, что Север-Италия, то здесь, вспомните, вот, из какой страны, к нам вообще не ездят, так называемые гастарбайтеры, то есть, а которые вообще не слышно по телевизору, вот, Киргизия. Киргизия, нет, там есть интересные, интересные есть, а Киргизия-то, да, ну, это не, не, в общем, туркмены, да, да, и знаете, что туркменник, а там коммунизм, там коммунизм, то есть, объясняют, значит, смотрите, значит, был такой, я говорю, знакомый, он в оппозиционной газете, там, местной, ну, как, проблемы есть? Ну, говорит, как проблемы? Ну, есть проблемы, есть, 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 правы какие? Ну, вот, леты числения с даты рождения Язова, или там, ну, еще что-то там, ну, а, вот, для народа, ну, народ, ну, народ, что, народ прекрасно живет, ну, расскажи, ну, как, значит, значит, партию и жилье всем бесплатно, это всем, значит, медицина бесплатная полностью, без садика, а? Полная, еще что-то, сколько миллионов лет живут, приехал оттуда, ну, картина, в общем-то, немножечко иная. Когда приехал? Только что? Не так давно, не так давно. Не так давно, вот, смена режима, то, что вы хотите сейчас сказать. Сказать, это происходило платобор, безусловно, то есть, когда был у нас вот этот платобор, товарищ. Значит, политику меняют, когда меняют главу государства. Это было всегда и везде. Может, политический строй остаться, а может, нет. Мы, Наталья, просто вот, если задуматься, такой строй, и я просто скажу, что, по крайней мере, было до, сейчас скажу, какого, да, до шестого года, до пятого, до шестого, потому что это, у меня данные за шестой год, когда приезжал человек, и, значит, был обмен, так сказать, информацией. Ну, вот, значит, ну, про дороги, да, вот что интересное было. Значит, бензин, если перевести на тот момент на рубли, литр семь копеек. А семь копеек, почему? Ну, это копеек, реально, не советский копеек, а час. То есть, ну, это бесплатно, а только для того, чтобы статистику вести, просто статистику. И вот, как, знаете, там сгорает, там сразу, ну, то же самое, как для своего народа, то есть, там, как капитал, так рождается человеком, там огромные уже, сколько-то там, безумные деньги начисляются, как на карту. Да, да, ну, вот так, примерно они пошли по такому же пути, то есть взяли что-то оттуда, что-то там, оттаргейки что-то взяли, и действительно это так было. Но, поэтому информационная была блокада, и никто не знал, что там происходит и как. И действительно, бесплатные квартиры, жилье, да, ну, газ, а, парплаты не было, это было все, по крайней мере, до 6-го года, что я знаю. Вот. Нет, здесь все были. У нас, наверное, вышли популистские методы, которые активно очень народу, мастеры. Нет, а второе... В реалии, что-то из этого было. Ну, бесплатные квартиры, я не думаю, что многие получили. Получали из района, парки и памятники, и не давались замены, в общем-то, неравноценные условия. То есть то, о чем мы сейчас говорим, там, совещения земли каких-то. Нет, этого не было ничего. Авторитарные жили. Олег, тут есть нюанс, что действительно это правда, но частично в том, что когда люди, вот он сказал так, многие тогда русские, ну, уезжали действительно отовсюду, вот там, ну, из всех республик, кто мог, беженцы, вот это было актуально, и вот оттуда многие. А когда стали, и было такое, что проситься многие, а он сказал, что нет, что нет. Вы когда трудные ситуации было бросили, кинули, вот сейчас это нет. Те же, кто там даже, я беру про, конечно, больше рассматриваю местное целение, хотя про специалистов всех говорю, и государственную службу, у кого это однозначно сто процентов. Всех, структура госслужбы обеспечена и квартирами, и бесплатным образованием, и медициной, и так далее, и так далее. Все равно некоторые ровнеют. Да, выкинуты были все специалисты. Ровнее? Ровнее, не дающие, да. Своей нации, своим народом, поэтому мы можем это сделать. Ну, это исключение. Может быть, сделаем перерывчик небольшой? Давайте. Потому что, во-первых, пусть стоят, пусть они чайку попутят. Да, а про Скандинавию, ну, потому что столько уже... Информации много, да, понятно. Да, а у нас много. Ну, а просто буквально в Крац, в Скандинавии там три плюса, но несколько кому относится от Норвегии, Швеции, Исландии. И вот там тут очень интересная картина. Кстати, вы знаете про Норвегию, что, если в 70-е годы примерно... Ну, это как бы косвенно касается, безусловно. Просто там на разграбление природных ресурсов не дали. Все в косах, в руках имеется нефть, там есть все природные ресурсы. А государство пошло, соответственно, по другому пути. То есть, например, коттедж каждой молодой семье государства, если в 70-е годы выплачивал человек 30%, в 70% был подарок, то буквально пять лет назад, или чуть раньше, полностью 100% был подарок государству каждой семьи. Есть учителя, знакомые, ну, и по обмену, значит, например, тот же майор там 25 лет с одним учителем. Ну, там, директор школы. Вот рассказывают фантастику. Но если бы это не было, и мы бы не знали, но часто нам про Финлянде показывают, а там спаивается так же, как и у нас. Вот ровно столько же все. Страшная вещь. Норвегия, да там как на идиотов, если там пьяный человек, там есть, знаете, как они решили? Они пошли по другому пути. На краине города, даже областного центра, есть магазин, в основном возле свалок, там таких мест, городской свалки. И так продают алкоголь. Ну, кстати, его продают, если вот, например, в Норвегии, ну, там, 10 тысяч долларов, было 6 лет назад в службе среднего зарплата, стоило продуктов питания примерно. Как в Москве, у нас на Крайнем Севере, вот, например, встроен дороже продукт, если пересчитать на зарплату. А вот, например, алкоголь и табак от 50 до старых дороже. Дороже от 50 до старых. И вот есть ненормальные, которые туда ездят и тут покупают. Причем сразу звонок из магазина в полицейский участок. Так, внимание, ненормальный человек купил бутылку, вот он по паспорту, и, естественно, сразу сигнал на участкового. Ну, я, по нашему участковому. То есть вот такая вот ситуация. И там совершенно по-другому. С гордостью министр, женщина образования, говорит министр туда, говорит, у нас проблема тут с устройством, у нас она почти решена полностью, но вот есть проблема полтора процента, вот кто пьющих людей, только она и самих и есть у нас, и пока. Но мы ее решаем. Вот у нас есть кабинет министров, показывает тут все трезвенники, образ жизни, то, что рассказали, это было на душах. Вот это метод. То есть там на вас просто объясняется, как и в Китае, что это такое. Ну, там менталитет другой, в Китае это другой. А для европейцев это идеальный вариант. Вот почему Саратов Фармутов, мы это выглядели министров, он взял участие, вот очень интересно, с арабских эмиратов, вот оно для, ну, нефтяное государство. Ну, там как бы золото от этого идет, и решили, как благосостоянно. А с другой стороны, в плане просветительской деятельности взяли Норвегии, например. Ну, очень много интересного там всего есть. Причем какие, если бы вы знали дома, там я скажу, что есть дома под тысячу метров. Под тысячу метров. Он был в доме, например. Вот учитель, по-моему, историк. Ну, это не вам, учитель. Даже не еретер. Так вот, его сын, когда он сженился, значит, а он был в доме у него, значит, на первом массаже 10 спали, на втором 7. Значит, денизом гараж, 4 машины у него, он откладывает уже в фонд будущих поколений 22 века, обеспечивает своих детей процентами от, значит, государственной банки, не транснациональной, а государственной банки. А его учитель, да, друг, учитель, другой говорит, а я, он говорит, я дурак жалел раньше, мы ездили по загранице, много денег потратили, не успел отложить. А мой друг, который 25 лет назад начал откладывать, он уже на 23 лет. Ну, это что будет, мы не знаем, но просто сам факт, что вот они рады и довольны тем, что они видят, как меняется жизнь, когда ты становишься трезвый, когда твои дети, когда государство тебе благодарно помогает, ну, некий сюдиоз такой, то есть радость и достаток. В Норвегии интересно, вот я там, в 2007 году ездил там, в конференции, и, в принципе, магазин, это трансфейн, то есть, когда-то была столица небольшого города, вот, там, значит, пиво продавилось в магазинах, быстро можно партнер купить, но и его не зарядить. Да, да. То есть, в СМС, где там, оно заключено, из-за этого сразу, как-либо, официально полицейских нет, там, где-то там стоят, но, если что... Так к матери идет, если кто-то там шарахнутся, детей переживаем, потому что это же ненормально. Это у нас сейчас, вот, вот все, что мы говорим, у нас вот диаметральная противоположность, диаметральная, потому что, если у нас, мы уже не шарахаемся, как норму воспринимаем, идет мамаша молодая с коляской, сигаретой, бутылкой пивы в одной руке. То есть, ну, это уже, понимаете, это все. Все готовятся к 12-му году. В 12-му году, да. К 12-му году, да. Опять, те люди, которые понимают, у них это топ-шоу. У них кофе, сколько осталось, там, еще пить и как-то... Нет, это... Человек всегда, если он человек... А то здорово он так и... Он никогда... Интересно, что это будет, да? За что он шел? Понимаете, какая интересная штука. Человек, вот как, говорят, выпить для храбрости, для смелости. Всегда говорили. А почему так говорят? А потому что человек, чтобы, пойдя на плохой поступок, совершая какую-то кражу, неважно что, плохой поступок, он, чтобы снять угрызение совести, пьет. Потому что это первое, что делает алкоголь, он снимает стыд, а потом заглушает совесть. Соответственно, человек его постепенно теряет. Дальше он уже готов и предать, и продать Родину, и так далее. И так, собственно говоря, что и как и будет. На подписании сделок государственных чиновников, начиная с 50-х годов, а дальше, так сказать, без этого уже и не видели ни один банкет. То есть это... Страшно подумать, что ведь с точки зрения сабриологии, а сабриология — это наука отрезвости. А медицинские — это все понятно. Значит, человек алкоголиком на самом деле является, если он не видит уже, не мыслит себе праздник без бутылки на столе, он уже алкоголик. Это первая стадия психологической зависимости. То есть это ассоциация. Если ассоциативное мышление не может себе представить, вот праздник и бутылка — это равно знак равенства. Те, что мы называем алкоголиком, ну это, извините, там уже это, так сказать, или любого назвать нельзя, да. То есть это есть типы строй психики и личности человека. Есть, ну, самый низший — это ниже животного опущенные. Вот это примерно, вот, есть зомби там, когда души нет, а интеллект высокий, вот типа как соловьев. А есть вот такие товарищи, ну это вот миллионы людей в нашей стране. Соловьев — это не правда лифт? Ну, конечно, то есть он интеллектуально высокий человек, но очень умный, но хитрый. Серый. Ну, это отдельная тема. Нет, ну, например, я что, я могу сказать, вот была такая передача, двое против одного, в Питере такая есть, там это кабельное телевидение, и тут двое очень интеллектуальных молодых людей, и как-то они пригласили к соловью. Они, конечно, были умные, он не ожидал, и они такие, как соловьев, он привык, что он, ну, интеллектуал номер один, и переговорит любого, забой запихнет. А тут они его двумя там моментами очень сильно вывели из себя, то есть они все правильно говорили, и он ошибся, то есть он не предвидел то, к чему они это говорят, и он его вот так заделал. А потом он проговорился, и знаете, с какой злобой, искренней злостью, страшной злостью, никогда не видел таких, никогда. Он сказал так, я демон. То есть не то, что в шутку или в чему, ну, да, у меня есть миссия своя, это та, я демон. Вот так вот. То есть это очень интересная передачка, ее еще можно найти в интернете. Там они многих людей интересных приглашали. То есть, например, приглашали вот этого, я даже их фамилию уже там трудно не запомнил. Вот. Ну, очень интересная. Это питерская, да? Да. Света я видел своими глазами, и вот, ну, вообще, понимаете, его определенные книги там... Вы русский, знамя Бог. Да, это вообще смешно. А, да, это мне очень нравится. Это смешно, да. Вы русский, знамя Бог, да. До этого он выписывал там Евангелие от Соловьева. Очень интересная штука. Вообще, кто читал... Вообще, для этого надо сначала почитать вот Библию. Здесь нас смешит. Порой люди говорят о религии, о христианской религии, не понимая вообще ничего. То есть нам говорят о светлых идеалах, о добре, о справедливости, и сразу параллель с религией проводят. Но если кто-то почитал Библию, ну, пусть даже вот, ведь она состоит из чего? Как бы вот Ветхий Завет и Новый. Ветхий Завет — это переведенный для боев пятикнижнее Моисеев, то есть Тора. Да, да, да. Когда ты читаешь Тора, то только она читает Тора. Ну да. Нет. Вы сейчас про Торуцу сказали. Нет, правильно. Потому что Торуцу долгованит. Да, все. Все правильно. Исход. Все правильно, да. Вот. И, собственно говоря, если бы внимательно вот с самого начала читать, но я не буду... Это даже смысла нет. Ну, просто вот я, может быть, заинтересовал таким позывом. Просто почитайте. Читайте, о чем и как там написывается. И фактически это программа. То есть это программа действия. Она хоть и была переведена, и очень многое было убрано в переводах на тот же русский. И, тем не менее, достаточно вполне. Даже то, что было выкинуто и нам неизвестно в широком кругу, я имею в виду. А я знаю людей, например, которые вообще больше 50 евангелий прочли. То есть их не 4, как 4 евангелия, которые остальными-то апокрифными, запретными объявили. Кто объявил Бог, что ли? Да нет. Люди, Вася, Коли, Петя, там, другие, назвали их по-другому. Какая разница? Они взяли и решили на одном с собой с другом, что людям можно читать, а что нельзя. Что, собственно говоря, вот... Ну, я всегда говорил, интересно было. Ну, хорошо. Вот, кого Иисус, или Иса, там, ну, не важно, за собой позвал первого из апостолов, Андрей, да? Поэтому он и называется Первозванным. Собственно говоря, где Евангелие от Андрея Первозванного? Нет? Есть. Есть. И очень интересно. В третьем веке исключили, там, изучение Иисуса, ну, Христовым называть, а Христос – это что такое? Спаситель. Мессия, да? Ну, Спасителем он был не для всех народов мира, а только леудейского народа. Он так и говорит, что я пришел только к погибшим овцам Добра Израиля. У него была вполне четкая, определенная миссия своя. Ну, он также и говорит, кто внимательно читал даже 4 Ивангелия, что к самарианам не ходите, не просвещайте смысл. То есть, речь о добром самарианите и так далее. Сами арийцы. То есть, там, собственно, Веды они знали. А ведь он пришел что дать? Это знание о Ведах. Потому что он и говорит, я дать благую весть пришел. Корень Вед, Веды – это всегда Веды. То есть, азбуки Веды. И он пришел дать учения о Ведах, которые самариане, и те самые волхлы, которые дали и принесли. А где он был с 13 до 27 лет? Вот если все начать изучать вот это, значит, информации много, на самом деле. Просто, конечно, ее надо искать, кто подскакив его умом. Ну, например, взять, например, несколько произведений Николая Рыриха, например, «Алтай Гималай» и «Семь великой тайм космоса». Ну, там очень много интересного тоже, в частности, в этой тематике можно найти, как кто интересуется. Он приводит ссылки на определенные манускрипты, подробнейшие описания городов, площадей, о чем Иисус говорил и с кем, там, ну и так далее, и так далее. Да очень много всего это существует просто. Ну, это такая отдельная тема большая. А фактически в двух словах, что, конечно, те люди, которые давно узурмировали власть, я даже не левитов имею в виду. Ну, будем условно говорить там, условно, там, последнюю возьмем вот историю. А ведь история, слово само по себе интересное. Ведь я касался тут вот как-то русского языка, что все, ни одного звука, ни одного слова нету. В русском языке просто так понапрасну. Это все имеет свой сакральный смысл. И слово «история» тоже имеет смысл вполне конкретный. История. То есть это концепция мировоззрения, которая взята на основе Торы. Вот и все. То есть историки по-большому, есть люди честные, есть те, кто... А, ну вот, понимаете, ну у меня есть такая интересная книга одна. Она была издана в 1601 году итальянским одним, ну, писателем назовем это, патриотом. Тогда это все не было чисто писателем. Ну, были. И вот в 1722 году Россия была переведена на русский язык одним архимандриком. Ой, это вообще отдельная сложная тема, но суть в том, что он приводит в список алфавитный более 300 ученых, историков. Мы ни одного сейчас не знаем. То есть эти труды были уничтожены. Уничтожено было очень многое. У нас в стране... В Европе это было чуть раньше, у нас это было при Алексею Михайловичу уже пик. Ну, то есть чистили знания, архивы, сжигали книги. Собственно, это было в истории много раз так, наверное, в истории, в таком терпе. Вот 4000 лет назад, примерно. Чтобы людей поработить, и это была программа на столетия рассчитана. Принцип такой, принцип очень интересный. Надо изъять у народа правду любым способом, чтобы люди не знали истинный ход вещей, законами раздания. Ну, то есть все это скрыт. Сделать это можно было не за одно поколение. Как когда-то там с частью юрийского народа, например, Моисей, водя их по пустыне, воспитывал новую категорию людей. Он воспитывал жрец Моисея, воспитывал класс управляйцев. То есть те, кто на основе иудаизма, религии, определенные с определенным мировоззрением, будет воспитываться как класс управленцев. А уже потом, впоследствии, прошло еще время определенное, христианство придумали те же люди. Ну, Павел — это апостол, который стал Савву, то есть сын там раввина. — Кстати, он был язычником. Почему Павел после Савву? Он не был сыном правиле. — Как же нет? — Он был как раз язычник. — Язычник. — Язычник. — Тогда давайте с термом немножко правильно разберемся. Язычниками, я понимаю, что сейчас под язычниками называют всех, ну, например, староверов и глингов, я к примеру говорю, или там, ну, как там называют, язычниками, там всех. Язычники — это изначально, вот были веды, были данные, единые знания о законах мироздания, веды там. Значит, когда от, значит, народного переселения глобальных народов, например, был континент Арктива, ну, не будем с севера, да, шло на север, на юг Инди, там был Асгард и Риски основали, потом вот этот вот обсерваторий в город, как он там? Который сейчас, а? Не-не, который раскопали вот недавно вот этот огромный, и вокруг него конгломерат городов, там кузницы, титаны, или там сплавляли еще тысячи лет назад этот, ну, на южном Урале это вот этот вот. Ну, наверное, поняли, о чем я. Да, оттуда пошло в Индию переселение. Было очень интересно, могу сказать, вот, допустим, один из волхов Ильм. Они его звали Ильм с дружиной под руководством князя Одина, вот оттуда в Скандинаву в Одинбов, один из богов. Так вот, остановка была, это озеро Ильмень, которое называется, как раз по названию, по имени Валфа, Ильмера. И вот он их благословил, пошли они в Скандинавию, потом они завоевывали действительно Европу, но это все долгая история. Так вот были данные знания. И те, кто свою родовую память, родовые знания о единстве раздания, о серьезном космических знаниях растерял, то есть, допустим, там, принял, например, одного бога какого-то или, наоборот, многих, это не суть в этом, но концепцию начал терять, и суть вещей меня, их стали называть язычниками, то есть те люди, которые стали другой не свой язык, он не родной и прочее. И вот в этом плане мы, конечно, можем сказать, что... Хотя, на самом деле, какой он язычник? Вот даже... Сейчас, какая же Евангелие? Сейчас. Нет, а то, что он, по-моему, там было очень четко, что он как раз... Гонителя христиана этого момента, естественно. Но дело не в том, что он служил в Гинской империи, как раз. Так, а кто были его... Откуда он... Так, вот сейчас, подождите. Я боюсь сейчас некорректности, но это очень легко проверить, взяв одну из четырех Евангелий, не помню сейчас, какую точную, все это я взял в Герой в Голомене, и легко проверить, что кем он был, я уверяю вас в том, что его родители, он был из семьи, именно был не первосвященник, но были... Не важно, где-то у них кто-то у него родители. То есть, как бы есть предположение, что... Деяния святых апостолов. Да. Деяния святых апостолов есть. Вот я вспомню. И вот там четко это сказано. Больше всего его волки находили. Вот. Я это просто помню, не помню где. Вот я его назвал. Так вот. И вот смотрите, что дальше. Он, да, ну и не только он, это всего лишь исполнительное налицо. Естественно, дали религию новую. Там стали называть, знали последнего. Кто был из великих учителей, пророков и действительно, кто у него светлое, чистое, доброе. Ладно. Вот и все. Сделали религию. Первая цель была разрушение римской перии. Дальше более глобальное. Придумали, как можно сделать, влияв на следующее. Разделили человечество. Фактически, это как бы для посвященных управленцы и управляемые, но фактически вот истинные знания. И их убрали в сторону. Потому что влияние на людей, безусловно, оно, да не было средства массоинформации. Были площади, были... У устава были другие методы. Там их много. Были законы, там тяжелые, и наказания, и много средств управления. То есть сказать, что это все только еще до распада римской перии был некий план, который уже строит? Гораздо. То есть это было за тысячу лет до этого. Вообще, это было и еще раньше. Но только это уже мы слишком коснемся. Я сразу скажу, это было сотни тысяч лет назад. Но тогда мы коснемся совсем уже с... Это будет, понимаете, как... Ну, если будет сейчас время, мы, может быть, коснемся. Я и про это могу сказать. Но вот уже в последние времена, то, что мы историю называем. И вот, чтобы скрыть истину от людей, сделали следующим образом посвященные людям. Значит, разделили ложь на ложь-один, ложь-два, его словно, схематически. Первая, вторая, ложь и третья. Ну, допустим. И далее в обществе бросили, как стереотип, вот такую-то модель. Там и государственное устройство, там, религии. Ну, все вкупе. А дальше следующим образом. Когда-то, безусловно, народ, значит, развеется в том или ином строе, идеологии, там, и так далее. И, естественно, он будет искать другое. А для него, подсознательно, наготове второй вариант и третий. Он-то думает, что вот эта истина. Да, мол, друзья, нас обманывали всю жизнь. Вот правда-то на самом деле. А правда оказывалась тоже ложью, только красивой, прикрытой. И люди шли сюда-сюда, и никогда истину не увидят. Значит, ну вот алкоголь в этом смысле, почему я все говорю, как раз является таким звенующим звездом. То есть, как я уже говорил про... Да, я вот не договорил, я про Грецию договорил, а ведь они-то и придумали, как скифов, собственно... Да, потому что у них-то закон разбавлять, они это не дали. А я просто не говорил тоже, ну все, вот я говорю, хочешь много искать, а много пропускаешь. Действительно, есть такой фермент алкогольный гидрогидазон. Он расщепляет частично часть этого яда, которое попадает к нам в организм. Но у кого этот фермент вырабатывается, у кого нет? У народа фьюшнав, то есть там, например, даже тех же греков, испанцев, он как бы есть. Почему? А потому что они тысячелетиями в пищу употребляли виноград. Виноград, значит, частично, если много ешь, бродит, вырабатывается спирт. Это спирт неестественный, но поколение в поколение, поскольку это же, значит, не те дозы, начинает уравнивать степных народов, северных народов. Ну, в крайнем севере вовсе этого фермента нет. Вот почему. Все мы слышали, чук-челедный 2-3 стакана водки, и он конченый алкоголь. Все, как и индейцы в Америке. Почему? Эту воду и дети, и старики испалили 80 миллионов. Никогда бы не исправился так, в те годы. В те годы, там, 300 лет. Так вот, и, значит, но тем не менее, они и испанцы спиваются по страшному делу. По страшному. Просто, собственно говоря, об этом не афишируются, как и у нас в стране. Только-только опять-таки вынуждены были как-то, и все будет в другую плоскость эту тему, страшную тему. Интересно, получается, картина, что эти вот, так сказать, народы Европы, там, англосаксонская, так сказать, цивилизация, там, европейская, так же, и мы к нам отчасти попали, они как раз под властью этого алкоголя. Все, я сейчас с очень важной темой. Все правильно. Вот, значит, такой момент. Кто же тогда спаивает нас? Правильный вопрос, я бы про это-то не сказал, а скажу очень аккуратно и поликно-корректно расскажу. В Гарварде очень много ученых собрали, но задача перед мировой правительством, я надеюсь, не надо объяснять, кто это такие, то есть это те же люди, кто устроили первые прогнозируемые в истории человечества, ну, последних времен, обрушение, там, прогнозируемый кризис 13-го года.